так ну что приветствую вас мои хорошие сегодня поговорим сегодня расскажу вам про свои приключения с теслами с этими вот красавцами но прежде сделаю небольшое интро про ну я много раз уже говорил что винтаж винтаж мертв пацаны винтаж мертв уже давно уже давно все мертво если вы что-то покупайте винтажная все любую аппаратуру динамик усилители там источники вот на моем примере вы еще видите я скупок начал с винтажа я все покупаю винтажной проигрыватели динамики и как я не знаю но может быть кто-то хоть один человек смотрит постоянно мои видосы и видит что ну везде геморрой как бы там в каком состоянии вот вы покупаете даже если он продают хорошем состоянии вообще не факт что на там работает вообще так как она должна работать все надо чинить обслуживать переделывать динамики с винтажными динамиками вообще куча заморочки просто надо смотрю как винтажной динамики по таким каким-то немыслимым ценам думаю ребята вы чего вы понимаете что вы можете купить причем я как-то не помню же данник было чё за динамики продавались у него мужика такую спрашиваю вас вы измеряли их эти тс-параметры телесмол ну просто чтобы понимать может там блин знаете один хороший другой там разбитый не не знак никто ничего не замеряет как вы тогда по такой цене продаете да как даже без измерения вот я чё должен купить кота в мешке какого-то но вопрос остался без ответа так что я говорю винтаж винтаж стоит покупать только тогда когда вы абсолютно уверены вот вы абсолютно уверены в том что вы покупаете что вы сможете это обслужить починить исправить и так далее и тому подобное потому что игры опять же сейчас помню еще по старым форумам да пока они еще не поумирали все но читал люди покупают же винтаж они в этом даже вообще не шарит они вот купил как она там что-то играет и он это слушает он из этого делает выводы да точно так же вот как с моим проигрывателем который я купил за бешеные деньги а там ни одного узла в хорошем состоянии ни одного узла полностью все надо переделать ну короче в общем покупая винтаж готовьтесь тому что будете страдать но и если все-таки вы выстрадаете то вы можете получить очень хороший результат но опять же еще одну такую ремарку сделать винтаж заслуживает вашего внимания только какое-то который в свое время был топовый все что нет топ это все такая херня там обычно сейчас можно купить и из-за там приемлемые деньги что-то не хуже а вот винтаж свое время топовый до топовый своих линейк все проигрывать или усилитель и все это да они действительно могут играть опять же просто после хорошей профилактики они могут играть на уровне хорошим современным я это не раз увидел потому что многие например вот я знаю цапы да я слышал в крутых системах и там люди рассказали сравнивали цапы который ну из 90-х топовый всякие цапы который там 90-х был топовый самый дорогой цап прошло больше 20 лет сейчас сравнивать современными какими-то топовыми цапами ну топовый цап я имею который стоит несколько миллионов рублей несколько миллионов рублей не не тут а всякое барахло с китая за 100000 вот да я не оговорился барахло с китая за 100000 не только с китая потому что за 100000 хороший цап там ну там нам вот за 100000 сап открываешь там блять просто от китайских запчастей так с ведра насыпали кое-как там припаяли все отправили это ребят не 100000 для хорошего цена для хорошего цапа это не цена блять короче возвращаемся в общем в общем все поняли винтаж это только для настоящих блять любителей потрахаться с техникой ну и вот возвращаюсь значит к теслам как-то очень умные люди мне обратили мое внимание на эти динамики но не как сами динамики потому что сам сама тесла на сам динамик в оригинале но это не пойми что это не басовик не шп ну я когда смотрю когда люди слушают 15 дюймовой динамики на всю полосу но это это такая куку я помню знаете в свое время тоже на форумах очень на которых я тусовался так все говорили вот например то но многие знаете концертные винтажные колонки типа там голосов театра всякие альтеки альтек голос театра это альтек я имею ввиду джи биели ну все такое знаете профессионально где там 15 дюймовый и сверху какой-то рупор на пищалке и все просто писались от их звучания я когда первый раз услышал голоса альтека ну знаете вот это один из первых было таких вот но не первый это так добивающий был у меня как сказать добивающий случай того что я понял что все кто пишет на форумах это вот 99.9 людей пишет на форумах это все просто не понимаешь ничего люди которые вообще верить нельзя как можно слушать музыку через блять 15 дюймовый басовик в котором катушка тяжелее иногда чем вся подвижная система у хорошего нормального размера широкого полосника что там можно услышать вот 4 дюйма огромная катушка блять что диффузор дубовый что-то можно услышать а люди слушают ну все стало понятно со всеми этими любителями блять тугоухими ну короче в общем в родном исполнении это одну непонятно что это непонятный динамик вот родная ну не совсем родная тут уже конечно есть какие-то вкрапления колхоза но в целом это вот родная подвижка от арема теслы ну сказать что нахерова ничего не сказать во первых катушечка да вы посмотрите это похоже на катушку басовика что это блять что это блять что вы посмотрите она ну она никакая вообще что это что это диффузор просто промокашка просто провод знаете ну это динамик насколько я понимаю точная ну не точная копия но близкая копия jbl не помню блин простите меня не посмотрелся тупо он сто тридцатый d130 могу ошибаться либо d130 либо d100 су что такое 130 140 150 160 ну там поймете вы увидите точно такой же металлический тут колпак вот такая же вот под подвод спереди смотришь один в один тест полу до 130 ну тоже там винтажистами ценится хотя тоже непонятно из-за чего но там возможно получка них подвижной системы так вот эти динамики точно копия потому что подвижки от d130 и современная его версия по моему jbl по моему 22 26 тоже не помню эти цифры по моему 22 26 да ну такой же 15 дюймовик 15 дюймовые катушки вот от jbl и подвижка она идеально садится сюда все те же посадочные центральная шайба все все одинаковые катушка тоже везде пишут 4 дюйма но на самом деле не 4 дюйма 4 дюйма это больше ста миллиметров здесь катушка 99 и 6 99 с половиной но должна быть катушка терм по моему 99.1 то есть тоже непонятно откуда они почему те взяли такие размеры непонятно да не туда не сюда но эти просто тупо скопировали размеры непонятно ну все скопить то есть скопировали с jbl как всегда миллиметр в миллиметр непонятно для чего ну неплохо рама рама охуительно магнит офигенный вообще вот best of the best у меня тогда вопрос вы делаете вы делаете копию jbl повторяйте что тут магнит повторю джебель тоже наверно тут керновый магнит вот смотрите в интернете в интернете просто уникальному меня как всегда только на уютных байках на комных уникальный контент тот такого нигде не увидите этот магнит еще я в интернете ни разу не ушпок тут разбирал вот тут короче огромный керновый магнит блять вот эта херня весит 8 килограмм вот такой наборной альниковский керновый магнит вот это все для него магнитопровод идет то есть он там наверно где-то приклеен ну здесь сверху фланцы вот они верхний фланцы но я конечно сам не разбирал потому что я думаю тут тяжело разобрать он у меня уже так сказать пришел пришел динамик раз разбитый заклинивший катушкой и у него съехал один из фланцев маленький фланец ехал я так понимаю тут я же немножко почистил но тут видно тут видно так все горыл все так горыл шоу и я так предполагать температуры даже это тут же посещал остатки клея тут наверно что на эту на смолу все приклеено все время забывай как она называется ну в общем на я почему-то думаю от перегрева она просто клей отклеился и съехал фланцы ну вот вот так вот 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 зазорчик тут полтора миллиметровый и мощный магнит ну тоже как эксперты говорят что тут до полторы тесла можно зазорить нагнать что на самом деле не очень хорошо для басовика сейчас дальше все расскажу вот ну то есть рама охеренно магнит бешеный с таких мощных магнитов как здесь я еще через свои руки не пропускал но подвижка блять что не с подвижкой сделали это не передать вот это кстати знаете многие советские постсоветской пространства да так сказать как там называется восточный блок вот у нас всегда беда у кинапа точно также рама охеренно магнит офигенный все сделано чересчур вот я даже сказал чересчур она того не надо там штампованные рамы с плохими магнитами вот так вот бы пошло бы но но короче рама охеренный подвижки все фуфло что кинапа даже что у всяких 2921 вы подвижку 211 когда-нибудь видели бля не это промокашка вот такая же вообще фуфло то есть охеренная рама просто как всегда знаете размах на рубль удар на копейку так и в советских динамиках рама на рубль подвижка на копейку блять что это такое вот посмотрите вот вы увидите вот это вот это блять как вообще этот динамик нет это ерунда ну то есть вот в оригинале для меня я считаю что эти динамики ценность вообще никакой не представляют тут из них не что это не басовик ничего ведь короче не представляет их там по семь с половиной тысяч же штуку по 15 тысяч за пару продают ну вроде кажется не так уж и долго но на того не стоит я считаю блять можно тоже почти такие цены там еще чуть добавил может джебель купить оригинальные на ebay так что покупать в оригинальном состоянии эти арм и я бы не стал я бы на вашу и вот вам как эксперт уже пожравшую эту всю фигню я бы не стала но там там ничего ничего там не услышите за эти деньги ну только что естественно может быть следующим каком-нибудь продать следующему так в общем офигенный магнит очень мощный но опять же вот у меня сейчас возвращаясь к разговору к винтажу забыл сказать сейчас быстренько так ладно про винтаж вот у меня сейчас 6 рам 6 рам сегодня день воркаута блин так ну с этим все понятно я думаю все посмотрели ставим лайк блять я чуть не офигел это разбирать ну хочу сказать что все эти эксперименты очень и дешево очень и дешево такая рама в среднем 3 3 с половиной как ближе к 3 с половиной обходится плюс доставки еще ну в общем не дешево но все тут вот у меня две более-менее рамы 2 размагничены потому что ну тут магниты очень мощные скажу я ну мой 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 теслометр вы знаете уже стандарт стандарт уютный уютного бложика моего уже рука набита мне теслометра не нужно вот блять вот этот хороший пиздец не оторвешь ребята вот чтобы оторвать вот этот фланец хотя тут он кругленький я могу оторвать только так наклонив слепила меня тут сами понимаете она круглая тут поверхность соприкосновения да тут сколько тут миллиметров 8 за счет он круглого минимальная но пиздец не оторвешь моей силы не хватает и оторвать тут недавно ремонт делал но мешок цемента я одной рукой в принципе от земли отрываю ну то есть здесь усилия больше 40 килограмм надо приложить чтобы оторвать эту хрень ну пиздец просто хочу сказать очень мощный магнит я таких мощных магнитов не видал рука заболела но фланц уже полегче видите даже с фланца перескакивает это фигня туда он так как этот керновый магнит конечно самое напряжение вот здесь на самом керне ну кстати я видел сейчас одни из самых крутых автомобильных сабвуферов они тоже сейчас перешли на керновые магниты то есть у них такие здоровые как они называются неодимовые магниты стопочкой и на них уже керна клеиваются и то есть конструкция такая и кстати чего что здесь еще правильно сделано там диаметр магнитов чуть поменьше но тут видно да вот где-то вот такой вот и получается что керн он такой буковкой ты да то есть сам керн чуть чуть больше вот этот нахлобучка нам как сказать не знаю верхний фланец чуть больше керна то есть магнитный поток идет чуть ровнее вот туда он уходит то есть это как бы тоже круто эти ребята то что я вам сейчас рассказываю блять нигде вы больше такого блять не услышите вообще некоторые надо каналы смотрю знаешь по ремонту динамиков там все спрашивают каким клеем пусть ой блять не скажу а то сейчас же блять все набегут начнут клеить динамики до делать нечего поражаться до таких баба боятся боятся что бизнес отожмут клей скажешь каким клеить все пиздец все все вокруг все бросить начнут динамики блять целыми днями клеить вот ну то есть тут мощнее магнит здесь уже но намного намного вот этот размагничен я чувствую ну вы видите тут тут усилик лишь прилично но килограмм 20 вот тут больше 40 килограмм тут килограмм 20 то есть и я пробовал я вот когда эту подвижку собрал я измерял то есть ну блять тоже как-то все криво но вот на этой на размагниченном больше 0 6 получается qts на хорошо на магничном меньше 0 3 то есть ну ну сразу видно что когда qts высокий эту дорвался до забыли до измерения qts все все для динамики у себя перемерил много нового узнал как обычно что раньше не помню давно измерял эти qts параметры что помню такая долго возня там по полчаса один динамики измерять поэтому так не хотелось это что-то наткнулся на видосик интересный там чувак про родственнику программу написал бледут измерить qts параметры динамика ну минут без эквивалентного объема ну одна минута это одна минута 1 вот ну то есть видите все надо намагничать я нашел думал уже в этом ролике расскажу ночью пока нет времени доехать отдать магниты на перемагничаем нашел мужика этим занимается недорого берет вот и короче ну и переходим значит переходим за чуть-чуть запись идет идет так приходим короче к сути к сути к сути в общем что я у думал что я у думал что думал я думаю хватит все все началось скажу я тут как-то был по делам долго времени в москве и слушал музыку наушников и мой любимый саундтрек к игре doom 2016 году я все время сушу ножка но уже как приехал сюда мой сюда в москву начал слушать на своих колонках и понял что ну просто отстой но я как бы всегда знал что мои колонки отстой да ну что настолько отстой что вообще вот вот все что ниже я не знаю 100 герц просто слушать невозможно вообще никакого панча никакой динамики баса вообще нету то есть вермонки мои то есть понял слушать саундтрек на думчик на моих колонках ну это вообще просто все 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 прелесть теряется я понял нужны хорошие динамики басовики я раньше знаете я думал у меня вот эти рфтшки 3711 пара была один что-то наеднулся вот подвижка с другого неплохой тут кстати диффузорчик прям ну нормально легенький такой очень неплохой крепенький такой не то что ты тут брать промокашка который вот что это возьмите сравнить вот это вот ну тут уже так прям прилично так уже не играет да вот давайте сравним вот я не играю это ботва вот она что хорошо по вам кто-то скажет хорошо ну тут что-то оборот что-то с катушкой не знаю он был нуля че в свое время когда я убрал в коробочке но мне кажется тут где-то обломились подводить потому что один раз у него подводящий обломился я как-то подпаялся второй раз не смог там что внутри видно где-то обрыв потому что ну я тут больше 20-30 ватт на этой катушки никогда не было то есть она целых там где-то что-то переломилась в общем надо поменять ну неплохая подвижка легенько и диффузор неплохой вот у этого кстати помягче как-то вообще тоже мягенько вообще тоже промокашка тоже не серьезно ну вот играли значит у меня в свое время на басу ну как-то было хреново но я честно говоря думал думал что это у меня вся аппаратура дерьмовая динамики хорошие ну потом знаете когда я поставил вот эти динамики понял что это динамики дерьмовые не знаю почему я у это кстати померил у него добротность неплохая 0 3 где-то 032 033 картинку прикреплю вот но резонанс высокий 53 герца это это фигня дубно дубом по сравнению с этим я сделал сейчас расскажу короче блять ну и вот пиздец что мне несет меня вы понял короче понял что мне нужно нормально динамики ну думаю если уж заниматься надо сразу дело хорошо сама получится надо делать хорошо короче какие у меня были ожидания от самодельных динамики план был значит план был мне нужны были динамики я хотел себе динамики резонанс по-любому ниже 30 герц ну в идеале конечно герц 25 ниже уже там другие проблемы начнутся но в районе 25 герц но ниже 30 я хотел ниже 30 герц китая с не выше 0 3 ну то есть 03 китая с но теперь внимание вопросу теперь пойдите мне и найдите такой динамик в продаже чтобы резонанс был ниже 30 герц 15 дюймов 34 дюйма катушка мягенький то есть резонанс ниже 30 герц и китая с 0 3 пойдите найдите а вот хрен ничего не найдете не конечно можно купить базару нет но цены там уже такие начинаются уже такие хайдные крутые динамики которые там блять бешеных денег стоят ну так же не интересно даже джебе или джебе или у них это у них у всех резонанс за 40 герц потому что они все на тряпки вот на тряпки вот это вот кстати для джебе или подвижка джебе или ска она на тряпке ну достаточно жестко тут пропитка 43 герца у него то есть этот человек поставил это я купил тоже динамик недорого 3500 все взял то есть практически за цену рамы поэтому и взял тут вот типа джебе или вский ну короче вот ну купил я значит какие были мысли сначала вроде нашел человека там видел на на авито неплохо у него неплохие динамички у него получается он там переделывать всякие кино паска барахло ну и прочь ну прям смотрю от собрано все очень красивенько очень красивенько я знаю москве одного мастера который делает тоже неплохие динамики но блять там и цены уже будет что-то не слабые не слабые я как-то что-то думал в планах было уложиться тысяч в 50 за за четыре динамика вот в общем опять повторюсь опять что блять несет меня в общем мне нужны четыре динамика по два колонку тоже типа как джебе или вский такие есть стандартные колонки по 2 динамика ну и чтоб они прям прям со снизу взять какой коробок тысяч миллилитров 300 чтобы они там 300 были в ней чтоб прям блять чтоб тут прям яйца массировала звуком вот план был такой но я говорю нашел же человека вроде по фотографиям он дело динамики прям все аккуратно собрано катушечки мотает все покрасить я думаю ну в общем на куплю рам отдам ему ну блять что-то столько вопросов у меня появилось а как то а как все а еще что думаю блять думаю не вот опять же вот я понял что вот уже когда тут повозишься все понял что вот пока опять не пожрешь вот пока все не прожрешь ну блять так не получается ну как всегда может получиться да ну за совсем другие деньги там уже динамики наверное если делать на заказ у точно людей которые все понимают ну там я думаю уже где-то сотка будет за пару то есть две сотки готова готов я чуть пока не готов а все-таки деньги покупать динамики басовики но в общем думаю наши руки так сказать не для скуки в общем блять стал вопрос где чего покупать нигде никакой информации никто ничего не расскажет блять все видео на эту тему все фуфло все делают на тряпочных подвесах на этих дерьмовых вот ну тряпочный подвес горы высокая резонанса короче я вот накупил на на диффузоре компания такая синтопа диффузор торгует это все барахло вот полиуретановые подвесики и подвижки диффузор но диффузор такой честно говоря вот вроде неплохой тоже достаточно такой жесткий легкий 30 грамм он весит 33 грамма ну достаточно достаточно жесткий ну но не очень вот вот я один динамик склеил полностью сам тоже вот знаете смотришь видосы как делали сколько там уже пижут стою смотришь тоже видосы как люди делать блять у них все так красиво получается что-то блять час уходит на один динамик полная разборка что-то полностью накидал там катушечку встал что блять там это это так клей клеем хлоп 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 блять все за час готовый динамик уже врубает его блять проверка разминает были тут начал клеить пацаны катушка в зазоре ровно не становится естественно я делал проставки но понимаете тут из-за того что керна он с фланцем верхнем и сам керн меньше диаметра да если керн был цельный одно там бумаги напихался на никуда не деется а катушка начинает играть то есть она вот на этом то есть керн достаточно узкий кстати тоже нехорошо на нп идеи когда-то может быть верхние фланцы бы сделать побольше потолще вообще пиздец будет крутота ну короче и она вот играет то есть даже со всякими проставками вот эта катушечка по красоте вот она вот так начинает играть видите я и алюминиевые суда и алюминий толкин вставала вставлял и бумажки все равно она начинает никак ты не высушена она начинает вот так вот играть то есть начинаешь там как-то блять пытаться что-то приклеить она вот так блять начинает играть ну пиздец короче геморроился геморроился не передать ну кое-как счетов кость тут все кривенько косонько окно к этому вернемся в общем а еще потом вот этот вот полиуретановый подвес ппу блять он настолько тонкий его начинаешь клеем намазывать он начинает вот так вот блять съеживаться его нихер не вы его хер два выровняешь блять подрезать начинаешь вставлять в динамик приятит ну короче пиздец пацаны все вот видите он как криво у меня приклеен потому что вот и его его клеем прихватывает и уже вот не оторвешь то уж начинаешь его оторвать он начинает растягиваться ну короче пиздец короче и тут мудился очень долго я беру кто как получает ну конечно опыт нужен я же я не думал что с первого раза что получится ну очень очень такой тонкий гибкий тяжело тяжело что-то с ним делать потому что очень криво чуть-чуть вот начинаешь обставить чуть-чуть он клеем прихватился вот так и все и пипец уже начинаешь отрывать он начинает вытягиваться он начинает уже вот так вот блять пузырями идти ну понимать материал сам растягивается очень мягкий короче тяжело клеить это пипец это не то что там резину какой-нибудь блять или подвес так он прям как сел как плитой опять же диффузор с блять они даже по размеру не вырезаны сидишь вот этих миллиметров и обрезаешь потом наждачика подгоняешь вот нафиг она у вас же написано 315 покупаешь написано диаметр 315 то что нужно по факту 320 ну по факту 320 прошу даже вот сюда вот этот подвес на 315 смотрим ведь он не совпадает то есть выше вот видите больше больше диаметра он не налезет сюда обрезать надо тоже думают она мне надо вот этим сидеть за мара вот вот я положу вот видите насколько больше диффузора ну написано же 315 нафига мне сидеть вот это вот у ровно отрезать тяжело потому что это надо блять режешь потом я говорю наш тачка как-то это все не будешься чтобы как-то все хоть немножко это смотрелось вот этот обрезал ну все равно так как завода не получается вот как всегда и вот одни пока не пожрешь кучу она ничего не получится вот этот я купил это значит уже другой диффузор намного мне кстати знаете если вы говорите если выйти из тех людей которые говорят диффузор блять не смотрят блять выключайте видео и уходите отписывайтесь уходить с моего канала на правильно говорить диффузор ты нахуй диффузор шутку диффузор блять от слова шо дидеть диффузоре блять туфелька блять я не понимаю английское слово diffusion диффузия по-английски диффузия по русски даже диффузия я не знаю диффузия что ли блять диффузор блять да ты у меня даже язык так не поворачивай сказать диффузор блять гамнажер блять хочется сказать если мне кто-то сговорит диффузор я ему отвечу а ты гамнажер блять на поешь блять бесит вот ну вот этот короче мембрана как еще говорят если совсем прям хотите попросите мембрана намного лучше такие продаются на сайте рем динамик но это что-то наверно какая-то копия джебелис ну намного вот этот прям блять ну видите он намного мягче такой а этот прям пипец прям намного вот это мне очень нравится и звук совсем другой послушайте то есть такой хороший слитный звучок прям приятный а этот ну разницу вы слышите вот этот наверно буду себе такие покупать вот опять же говорю пока все не пожрешь чем в чем выбирать пока все через руки не пройдет все идут не проматься ишь вот но у этого динамик о чем минус там продавец сказал что он на родной катушке ну то есть что не очень хорошо и тут магнит севший я мерил замерял этот динамик у него резонанс к 43 китая спал 055 ну это значит севший магнит но он так не очень звучит катушечки разговор про катушечки ну вы меня фотки видели тут тут у меня катушка она плоским проводом на на ребро до мотана 8 ом медная катушка и каркас этот из углепластиковый я купил вот такие вот тоже на рим динамике купил одну катушечку но опять же попробовать какие какие туда размер я как-то к я купил первую катушку не знаю чем я мерил короче жопой наверное мерил но вот купил 100 миллиметровую катушку вот что но она естественно не подошла но катушка просто волшебно тоже такой и я когда эту получил с я сначала думал что они сами там делают где-то там у себя вроде краснодарский сайт думал они сами мотать но когда получил сразу понял думаю что-то знакомое прям чувствуют знаете нежные руки китайской девочки это делали начну так как раз то блять у нас так нет дела тут просто вот произведение искусства просит я прям чувствует это девочка блять она на весь мир эти катушки делал то что я сколько смотрел но опять же вот смотрите все очень похожи такие же дырочки вон они просто вот вот прям отвечает это делал один человек я пащишу уверен в этом тут каптоновый каркас здесь как раз этот текст текстолит с стекло текстолит вот ну очень блять по красоте все какая такая катушка двушку стоит вот тут считайте сколько это все суд это не дешевый эксперимент вот эту двушку я отдал это я не знаю продать муж кому-то хорошая катушка мне не подходит вот и вот и считайте катушка двушку подвижка вот это полторы стоит вот этот 600 рублей сам диффузор стоит вы и блять извиняюсь диффузор вот это подвижка полторы будет стоить то есть катушка подвижка рама вся мелочевка сколько выйдет то блять ну и работа автора бесценна то еще надо под магнитить динамики магниты вот ну короче вот такая очень легкая очень легко прям вот берешь они прям невесомые они обе алюминиевые когда берешь вот эту медную катуху она прям тяжелее еще два раза по 13 или 14 грамм весит а медная 26 но я там в сообществе выкладывал фоточки думаю кто-то видел ну вот она одна в другую влезает 100 миллиметровая больше конечно не знаю как я мерил блять что мерил 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 думал подойдет мне подошла ну короче катушки вообще прям бомбовские ну и не дешево удовольствие короче китайцы меня поражать сука всю девчу нас никто так не может делать вот я говорю вот это блять вот эта девочка или мальчик китайский который сидит там на заводе просто он целый день на весь мир весь мир эти покупают они везде не на ebay я пи их уже видно на весь мир херачит и такую красоту делал так ну и что у меня получилось в общем знаете когда начинал делать боялся что не долю не долю думал максимально все мягенько взял у меня верхний подвес видите полиуретан нижняя шайба тут ну тоже нигде не нашел какую-то купил не помню на каком сайте ну жестко очень жестко на пипец прям жестко таки накид нами 18-дюймовый басовики она очень жестко ну пипец я думаю тут только из-за нее будет под 40 герц даже если верхней ппушей то из-за этой тоже будет высокий но не очень жестко взял пока родную приклеил у меня тут все похабно максимально блять тут клей все тут я еще что-то с высотой промахнул свете у меня тут проклейка этим как господи картончиком потому что что-то игру кое-как что-то тут все клеил криво косо многие я когда приклеил ну собрал подвижку она у меня туда начала западать и катушка была ниже фланцев то есть промахнулся что не знаю как получилось мы промахнулся в итоге пришлось там под 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 центрирую шайбу миллиметра два мне там надо было нагнать толщины ну кое-как все криво косо болеть тут собранная вам честно скажу ну пипец первый динамик все как-то кривенько косонько ну кое-как даже работает собрал там небе тут вот видите все это вообще невозможно приклеить он такой большой он очень мягкий сам он все вот так вот болтается его начинаешь как-то клеить чуть клеем прихватился криво все ты его не оторвешь ну то есть начинаешь отрывать он начинает растягиваться ой ну кое-как вы видите как тут все криво приклеен кое-как я не знаю каким-то правдами неправдами немножко он тут прямо даже слышите но в принципе когда работает он не затирает в принципе не затирать но чуть-чуть когда неровно начинает подтирать вот но работает работает нормально очень мягенький ход у прям прям вот чувствуется вот он прям вот такой ход там ну жестким разница большая ну видите тут прям на нажимать я намного больше одинаково усилия прикладу тут на эту просто руку кладешь он уже проминается а это руку кладешь но чуть-чуть прям надо нажать со всей силой это ну короче ну и короче я когда делал я боялся не долететь я боялся что у меня резонансная будет больше 30 qts высокий ну блять у меня получился перелет и очень серьезные это меня напугало еще больше потому что как с недолетом бару бороться я представлял вот как с перелетом бороться я написал короче что у меня получилось у этого динамика 22 герца резонансная представляете 22 герца и qts гаде уже не помню то ли 013 то ли 017 блять но это пиздец это хреново если qts опять же как грамотные люди говорят если qts получается ниже 0 3 то вас пропадает и но я до верю склонен им доверять в этом я вот сделал его для 22 резонанс и получил и где-то 013 или 017 не помню очень низко qts получилось я его вставлял свои вермончики слушал вот и знаете слышно что-то копает снизу вот снизу прям чувствуется что рык есть ну тихо вот масса как-то не станет да нету из него мясо ну конечно может быть потому что коробки вермон маловато я не помню сколько не все литров 150 у него наверное не не мерил еще эквивалентный объем ну и что-то думаю тут эквивалентный объем под 300 вот прям по ощущениям под 300 литров может быть потому что нужно бы ну я говорю умные люди говорят что нужен нужен qts на уровне 0 3 держать а если тут а если тут в зазоре до 0 5 блять я даже не знаю что пацаны делать мне такие динамики не нужны мне нужен qts 0 3 евро есть у меня qts выше получился хорошо это можно до магнит магнит а вот как его размагнитить ну не знаю что-то по король короче я задумался задумался ну чё я буду делать значит я возьму разберу этот динамик аккуратно попробую мне нужен вот этот диффузор диффузор же стану диффузор попробую приклеить к этой катушечке тогда диффузор чик и чуть пожестче взять подвесом верхний подвес по любому можно пажет по вам самый мягкий взял по-моему пупу 10 а там есть еще пупу 15 по моему пупу 20 может быть даже 20 попрошу пожестче был но 22 герца это слишком это слишком мягко пока пока ну мы тут не хаен делаем 18 от 18 герц я думаю 25 26 до 30 28 меня устроит пока может пожестче взять и тут родная стоит центрируешь оба она вообще мягенько тоже нашел тоже джебельевскую шайбочку куплю думаю нормально будет в общем но если его сделаю пожестче ну сколько qts будет ну хотя бы 025 я не знаю пацаны что делать уж какую-то другую катушку может быть катушки не такие красивые брать может быть обычную двуслойную медную взять не знаю короче экспериментов еще будет мульон надо выйти на параметры может быть слишком может быть для 5 до даже не знаю уже столько равно купил столько деньги потратить есть они все но не слишком хороший получается либо свека слишком хорошие переделывать магнитную систему сделать побольше чуть зазор поменьше ну короче пипец мужики да бесконечно короче возни нам надолго возьми надолго ну пока вот такой кстати первый мой динамик которая полностью вот с нуля собрал всю подвижку ну кроме катушки естественно катушка покупная потому что это их тоже учиться надо еще кучу времени и денег но и вообще я мечта научиться такие красивенькие катушечки делать просто братья влюбленную эту штуку ну в общем работает динамик но ну ну не то что я хотел кстати блять он настолько легче этот 37 11 по сравнению с этими прям блять игрушка там тоже килограмм 6 весит 9 килограмм весит ночью получается тоже измерял высоковато у него у него китая с 03 или я уже рассказывал но 53 герца жестковатый ход у него хотя по ощущениям у этого даже жестче но это 43 у нас сколько 30 33 32 ну да 32 получается на сантиметр чуть больше вот этот вот ну я говорю ну вот это вот мне не нравится вы видите да тут настолько тоже промокажка такая блять сколько мне 15 дюймов динамика сейчас пацаны не передай весь балкон завалим мы на сладенько пацаны нужно уютных вакуумных байках а что это обозначает на записку ко всем риском подвижки катушка так ну вроде все такой что намечал ну и теперь в конце вот тоже но это я рамы покупал чисто чисто ради рам и тушат на динамике помню или рабочий или не рабочий а у рабочими уже не помню но тоже у них тут севшие магниты там qts под 0 что под 0 6 цены для меня не представляет лучших очень такой но он такой ведь уже задубевший подвесы в общем вы же на уютных байках а это значит мы обязательно что-то должны раскурочить про это значит раскурочить все для нас все для вас мои посмотрим вот я таких два динамика купил в одном из них была офигенная плоская медная катушка я прям офигел я хорошо хоть не ногами его выбил катушечка меня прям пораду то есть мне бонусом считай купил раму еще к ней катушка подарок пишет кому этом бежу 47 минут уже напиздил 47 минут у кого-то вопрос как как на говорить побольше у меня вопрос как говорить поменьше так но а а Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Сейчас посмотрим Отлично Ну тут Ну тут тоже неплохая катушка Хочу вам сказать Очень неплохая катушка Тоже все по красоте Так что за провод не могу понять Плоский чин Вообще не вижу Ну тоже на каком-то текстолите Что-то типа того Блять не вижу мужики Сколько там слоев Круглый Че не круглый Вообще что не вижу Не могу понять Вроде круглый провод Вроде как два слоя круглого провода Я вижу Ну да Ну да Явно круглый Ну да Такой тут Такой толстенький Вы видно Тут в общем просто Двухслойная Двухслойная круглая Потому что вот эти Подводки тоже вроде кругленькие Ну тоже неплохо сделано Очень неплохо Катушка сделана То есть Ну неплохо Неплохо Прям норман Ну я говорю Тут Видите Тут все как-то Все такое Печальное Печальное Видно Магниты Севшие Ну неплохой Такой диффузор Какой-то Не сильно Жидкий Тряпочный Этот Ну подвижка была Неплохая Неплохая Не самая плохая Подвес Верхний Вообще Дубовый Вообще Не разомнешь его Нижняя Кстати очень хорошая Мне нравится Такая черная Тоже очень легенькая Такая хорошая Тут опять же Наверное Цена на акрилацию Ну в общем так Катушечку Я из него Выдеру Катушечка хорошая Я уже умею Тут все отрежу Потом Наждачечкой Так Осторожненько Все спилю Вот Ну тут Как-то Все печально Конечно Почему Они ржавеют Хотя Она вроде Вот эта Светленькая А эта Почему-то Ржавая Тоже Хотя Тоже Вроде С обработкой Ну в общем Так Вот Вот такие Мои приключения Спасибо всем за внимание Блядь Напиздел там Блядь Почти на часу Не знаю Даже Как там уж Обрежу Потом Ну в общем Продолжаем Работать Работать Да херещи Денег Блядь Работать Представляете Что все это Из этого что-то Получилось Это пипец Ну иначе Никак Иначе Никак Иначе Никак Сейчас еще Бонусом Покажу Одну Хрень Дикую Давно Что-то Лежит Не знаю Что это С какой-то Самоделки Блядь Посмотрите Какое Здесь Блядь Какие Тут Фильтра Еб Махуй Ну посмотрите На эту Дичь Блядь Не знаю Блядь Килограмм Пятнадцать Весит Это Добро Я не помню Включал Я даже Не включал Вот такие Дела Мои Хорошие Ну что Не болейте До новых Как говорится Встреч Субтитры 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 Продолжение следует...